Рада вас опять приветствовать в прямом эфире. Жду, пока соберутся люди. Пишут, что сообщают моим подписчикам, что я вышла в прямой эфир. Напишите плюсики, если вы меня хорошо видите, хорошо слышите. Привет! Давайте подожду немножко, чтобы вы присоединились, чтобы у нас побольше было. Напишите в комментариях, как у вас настроение, как ваше самочувствие, как ваш детокс-марафон, что вы кушали сегодня. Я точно знаю, что вот уже по опыту проведения программ, что на третий день должно быть уже проще. И это как с любой другой привычкой. Например, если вы захотите бегать по утрам или читать, я не знаю, по 30 минут в день, все равно в начале все равно сложно, потому что мы привыкаем к определенному распорядку, к определенному графику. И встраивать что-то новое это всегда какой-то стресс и выход из комфортной зоны. Но именно этот выход из комфортной зоны под названием детокс-марафон, он приведет только к улучшению вашего состояния. Привет, ребят, еще раз. Сегодня я бы очень хотела поговорить по поводу статьи о пользе растительного питания. Не знаю, заметили вы ее в ленте или нет. И не знаю, насколько вы ее внимательно читали. Это статья по поводу того, что в 2016 году ученому японцу вручили Нобелевскую премию по физиологии и биологии за открытие механизма аутофагии. То есть, когда клетка поедает, точнее перерабатывает все те накопившиеся отходы, которые она складировала на протяжении определенного времени. Привет, ребят. Так вот, по поводу этой статьи. Когда я ее увидела в свое время, вот как раз в конце 2016 года, она меня очень впечатлила, очень поразила. Я поняла, что это определенный прорыв. Дело в том, что, ну, представляете, Нобелевская премия мира, да, какое-то информационное подкрепление идет этих открытий. И я не знаю, как было, каким образом эту новость, эту информацию преподносили по телевизору, но этот пост, эта новость разошлась по всем пабликам. Вот, суть этой новости в том, что это абсолютно научное подтверждение, да, для тех, кому важно научное обоснование, да, научное подтверждение тому, что вот этот вот пищевой стресс для организма, то есть облегчение питания, переход на вегетарианство, веганство, на сыроедение, какие-то разгрузочные дни, держание поста, соковое питание, голодание, то есть облегчение питания, оно ведет к обновлению организма и к очищению. Клетки начинают очищаться на своем уровне, а в нашем организме просто, я не знаю, миллиарды клеток. И когда вы держите пост, когда вы делаете разгрузочные дни, вы таким образом, вот в буквальном смысле, ваш организм обновляется. И я, когда увидела эту новость, я подумала, что это просто прорыв, я знаю, что многие веганские паблики ее постили и репостили, то есть это, ну, это действительно, на мой взгляд, очень большое событие, и аутофагия — это очень интересный процесс. Я, когда увидела эту новость, сразу же открыла все вкладки, начала подробно изучать, что это такое. Дело в том, что, ну, как я и написала в посте, что многие, да, натуропаты, там, Поль Брек, Арнольд Эретт, они говорили об этом, да, они подтвердили пользу поста и голодания на своем собственном опыте, на опыте многочисленных пациентов. Но вот так вот именно, чтобы научно нам показали, что происходит в клетке, когда ты голодаешь или держишь пост, вот такого еще не было. И, ну, вот если вы не читали этот пост, то, пожалуйста, прочитайте, он вообще очень интересный. И еще раз повторюсь, что смысл заключается в том, что в буквальном смысле клетка, когда вы облегчаете питание, у нее, она вынуждена перерабатывать все эти отходы, которые она у себя складировать, то есть сжигать и брать из этих отходов энергию. То есть, ну, в буквальном смысле организм обновляется, вот. И я время от времени постила и у себя в группе ВКонтакте и в Инстаграме эту новость, потому что, на мой взгляд, она очень важная и очень интересная. И, кстати, кому интересно вот тоже научное подтверждение того, что веганство это полезно, очень большой труд, очень интересный Колина Кэмпбелла, наверняка многие слышали. Китайское исследование. И по китайскому исследованию очень классный фильм «Вилки против скальпелей». Можно найти ВКонтакте посмотреть, там нет никаких там страстей, в смысле, там нет ничего такого, что показывало бы там насилие над животными. Я знаю, что, ну, не всем, не всем, да, приятно это смотреть и это осознавать. Там больше веганство показано с точки зрения того, насколько это полезно для здоровья и насколько вот реальная история людей, которые переходили на веганство, да, и излечивались от серьёзных полезней. И ещё одна классная книга, где, на мой взгляд, чуть более новые исследования, это Марко Боргис «Измени себя за 22 дня». Тоже очень классная книга и там прям супер пошаговый план с рецептами. Хотя рецепты там, я бы сказала, не сильно к нашей реальности относятся ни с такими продуктами, ни с такими блюдами, к которым мы привыкли. Но, тем не менее, тоже, мне кажется, книга очень ценная. Вот это для тех, кому интересно вот именно научное, да, подтверждение. Если там просто писали в комментариях, что я там без своего опыта там перепощу какие-то статьи, где я собрала. Ну, во-первых, я очень внимательно отбираю информацию, и она проходит много фильтров, в том числе фильтр моего опыта, который я считаю основополагающим. Да, я на себе прочувствовала, насколько веганство вообще меняет состояние организма, состояние мыслей, вот какая лёгкость появляется. И вот, соответственно, я в первую очередь стараюсь именно транслировать свой опыт. И я могу сказать, что я недавно просматривала свои старые видео, которые на канале там два года назад я выкладывала, потому что я просматривала рецепты сыроедные для одного очень интересного проекта, который я хочу организовать. И вот я смотрю на себя два года назад, и я реально, ну вы тоже можете посойти на YouTube, посмотреть мои старые видео, это забавно. И я смотрю, насколько, казалось бы, ну немного времени прошло, да, но насколько я изменилась. И, естественно, внутренне, но это то, что больше, да, я знаю и чувствую, но внешне это тоже очень заметно. Мне кажется, что у меня и состояние кожи стало ещё лучше, и состояние волос. И многие, кстати, отмечают по поводу волос, меня спрашивают, что волосы блестят и очень хорошо выглядят. Я хочу, кстати, записать на эту тему отдельное видео. Я прекратила пользоваться шампунями, и, в общем, расскажу свою технологию, как я ухаживаю за волосами. Вот, тоже очень интересный опыт. Так вот, да, и я могу сказать на своём опыте, смотря свои видео, хотя два года назад тогда уже я так основательно взялась, да, за своё здоровье, и я вижу даже разницу между тем, что было, и между тем, что есть сейчас. И это просто меня очень-очень сильно радует, потому что, к сожалению, когда я смотрю на некоторых моих ровесников, я вижу даже вот по внешнему виду, насколько там ситуация как бы ухудшается. В моём случае я лично вижу, что моё ощущение себя, оно только улучшается. То, как я чувствовала себя в 25 лет, не сравнится с тем, как я чувствую себя в 30. Да, мне 30 в 2017 году исполнилось. Какие проблемы у меня были со здоровьем? Ой, у меня был хронический гастрит, гипотириоз. Посмотрите, у меня очень много видео на эту тему есть на канале. И, кстати, самое популярное видео, как я вылечила хронический гастрит. Мне, к сожалению, пришлось там закрыть комментарии. Это единственное видео, где я закрыла комментарии, но оно, видимо, попало в какие-то топы, где люди как-то вообще совершенно не воспринимают информацию, которую я там говорю. Поэтому там много каких-то вообще просто неадекватных, и пришлось закрыть. И я говорю к тому, что по поводу пользы веганства я прочувствовала это в первую очередь на себе. Я вижу всё больше и больше начинает появляться именно научных подтверждений. Вот в 2016 году Нобелевская премия мира по физиологии и биологии уже о многом говорит. И я могу сказать, что большая заслуга именно, короче, очень важно следить в первую очередь за своим состоянием ума и состоянием мыслей. И вот мысли — это наши мысли, они формируют нашу реальность. Это я уже много раз об этом писала. Но, наверное, это какая-то такая общая фраза, которую не все вот так вот могут понять и осознать. Это тоже нужно проверять только на своём опыте. И я как раз подготовила для вас сейчас вот два примера, вспомнила, когда я, скажем так, посылаю запрос во Вселенную, и мне возвращается ответ. Потому что когда есть вопрос, тогда уже есть ответ. Главное — его найти, услышать, когда тебе Вселенная, скажем так, его преподносит. Вот первый, буквально вот на днях случилось, что я задумалась над тем, каким образом нашего драгоценного кота кормить самыми лучшими продуктами, что бы ему больше всего подходило и с чем он был бы вообще счастлив. И вот буквально, я не знаю, спустя несколько дней я натыкаюсь на видео на Ютубе Юрия Фролова. Может быть, вы знаете, это учёный, биолог, помещик, который потрясающе вообще скрупулёзно разбирается в теме питания. Просто на вот этом вот молекулярном уровне, настолько у него дотошный ум. И оказывается, что два года со своей командой они разрабатывали вот этот вот корм веганский для животных, где в составе были бы все необходимые вещества, и причём он сыроедный. И он из таких вот качественных компонентов, типа протеин конопли, протеин семян чия. И я вот думаю, вот, это то, что мне нужно. Единственное, что у него там заказ на сайте от 10 тысяч, поэтому я хочу съездить в магазин и купить этот корм. И отзыв обязательно оставлю, пока что я его ещё не купила, но я вот привожу пример, как я посылаю запрос, и я вот просто об этом подумала, не то, что там это было какое-то там вожделение, но что вот, да, хорошо было бы моё драгоценное животное кормить самым лучшим и самым подходящим для него. И вот, пожалуйста, сразу, там буквально спустя несколько дней пришёл ответ. Это я к тому, что в первую очередь очень важно слушать себя и направлять свои мысли вот в такое вот позитивное русло, скажем так, заказывать для себя то, что ты хочешь. Вот, и мне кажется, что вот как раз так, вот как раз пишет Юля, как побороть страх, что у меня ничего не получится. Говорить, что у меня всё хорошо получается. То есть вначале вы нужно начинать, я вот, например, начинала с аффирмаций, да, вначале, когда прочитать обязательно книгу Вадима Зеланда, я вначале, когда начинала делать аффирмации, конечно, допустим, у меня всё хорошо, у меня всё получается, я гармонично следую пути своего предназначения, конечно, вначале ты начинаешь это говорить, и ты не веришь в это, и думаешь, что ничего это не поможет. Ну, понятное дело, есть вот эти вот все предубеждения, все сомнения, но здесь самое главное преодолеть вот эту вот, ну, скажем так, тягу вот этой вот комфортной зоны, и всё равно продолжать про себя проговаривать вот эти вот позитивные аффирмации. Есть ещё очень классная фишка, которой мне, кстати, очень долго не хватало на моих программах. Кстати, вот следующая программа стартует, полное очищение и обновление в марте, 1 марта, и вот две последние программы мы провели именно с вот этой вот фишкой, с техникой управления своим собственным внутренним состоянием. И я могу сказать, что вот эти вот две последние программы, у них эффект от результатов участников вообще небо и земля по сравнению с предыдущими. Конечно, и в предыдущих было хорошо, но вот когда ты осознанно контролируешь своё состояние, там есть определённая технология, ты совершенно другую отдачу от жизни получаешь. И я могу сказать, что это вообще очень классная техника. И, кстати, подтверждение, я когда её нашла, для меня это было очень интересное открытие. И я потом начала получать подтверждение, что такой же техникой управления своим собственным состоянием пользуются и другие люди успешные. Вот, например, недавно я смотрела интервью, не знаю, знаете вы или нет, есть такой на ютубе предприниматель Оскар Хартман. И вот он в своём видео, там, топ-5 правил успеха или что-то в таком духе, он первое привёл именно то, что он осознанно управляет своим настроением, своим состоянием для того, чтобы повысить, да, свою эффективность жизни. То есть вот эти вот внешние влияния, например, там, ну, он приводит пример, что вот там что-то приснилось, да, какой-то сон там нехороший, и ты просыпаешься с таким каким-то послевкусием после этого сна, там, за детей переживаешь. Ну, и вот разные вот эти вот события в жизни, и ты применяешь эту фишку, и ты входишь в состояние, где у тебя хорошо, где ты соединён, ну, как сказать, со своим, кто как это называется, со своей душой, своим высшим я, в общем, с каким-то вот своим внутренним стержнем, и когда на тебя вот эти вот внешние проявления, особенно там телевизор, новости, они, вообще, ты в них не вовлекаешься, ты живёшь именно своим состоянием. И вот эта вот фишка, она, конечно, эта техника, она вообще очень мощная. Вот это, я хотела вам сказать, что питание питанием, но самое основное идёт от наших мыслей, и если вы настраиваете себя, что вы получаете ответы на вопросы, вы получаете всё лучшее от жизни, и когда то, соответственно, и Вселенная вам даёт то, что вы хотите. И вот как раз, когда я просила вас поставить цель, да, на марафон, на программу, все там, многие писали там, например, перейти на веганство, но, как я уже говорила на своих предыдущих эфирах, что веганство — это всего лишь инструмент, да, а самое главное — это конечная цель. И если вы будете ставить себе конечную цель, вам Вселенная будет послать инструменты, самые комфортные для вас, как её достичь. по поводу программы я уже выложила пост. Это будет третья программа, и эта программа называется «Полное очищение и обновление», и уникальность её заключается в том, что там как раз не только питание, потому что на этом марафоне мы не можем охватить, да, все аспекты, но вот на моей программе мы будем заниматься в первую очередь мыслями, во вторую очередь своим телом, чистотой своего тела, как внутри, так и снаружи, что очень важно. Будем настраиваться с помощью вот этой вот техники, очень мощной на такой, на ресурсное вот это вот состояние, и будем обращать внимание на уборку не только мыслей, не только тела, но и сознания, и всего то, что нас окружает. В общем, кому интересно, тогда пишите мне в директ, но хочу отметить сразу, что группа у нас небольшая, чтобы по максимуму каждому участнику уделить время, поэтому количество мест ограничено, и до понедельника там действует для участников марафона специальная цена. Так, спрашивают, пью ли я сейчас тироксин? Нет, я уже, я не знаю, много лет не пью тироксин. Так, смотрю ваши вопросы. Может ли быть такое, наоборот, что через две недели после сыроедения лицо высыпало? Да, кстати, у меня было такое, у меня появилась какая-то странная, необычная сыпь, и я тоже начала гуглить, начала читать, почему это возникает, и кожа это очень большой выделительный орган, и как раз через нашу кожу тоже выделяются все эти залежи, все эти токсины, которые вы накопили, поэтому такое, да, это чистка. Так, так, так. Юля, выглядишь замечательно, спасибо большое. Что можно сказать по поводу щитовидки? Устала пить таблетки? А вы посмотрите мое видео на канале, как я вылечила гипотиреоз. Так, так, так. Повторите еще раз имя этого предпринимателя на ютубе англоязычного. А дело в том, что он, у него немецкое имя, но он русскоязычный, русскоязычный, Оскар Хартман. Такая интересная манера разговора, кто по национальности. Ну, я думаю, что моя манера разговора, она не относится к какой-то национальности, вот, но родом я из Украины, живу в России. Кстати, небольшие изменения в сторону гипотиреоза тоже прошли после двух недель, почти только на фруктах. Не знаю, что дальше будет, но анализы стали идеальные. Вот здорово, поздравляю. Хурму полезно есть для щитовидки. Но пишут, что в хурме содержится йод, точно так же, как и в ламинарии, но, по-моему, в хурме меньше. Но дело в том, что сейчас почвы обеднены, и не факт, что в хурме будет достаточно йода, чтобы, ну, восполнить какой-то недостаток. Мне кажется, лучше всё-таки обратить внимание на морскую капусту, там её больше. У моей подруги гипотиреоз исчез через полгода на веганстве, ну, вот видите как. Люблю кофе, трудно отказаться, чем можно заменить. Говорила уже на предыдущих эфирах, и, кстати, рецепт будет в следующем меню, в следующем дне меню. Мне очень нравится Кероп. Это заменитель такой какао, более естественный такой, и более, мне кажется, вкусный продукт. Кероп перемешанный с кокосовым молоком. Вообще, очень вкусный напиток. Я очень вам рекомендую попробовать. Витграсс хорошо бодрит. Да, Витграсс, свежевыжатые соки, они бодрят намного лучше, чем кофе, это 100%. Юля, вы сохраните эфир? Да, да, сохраню эфир. И выложу его на YouTube. Очень хочется соли и хлеба. С чем это может быть связано? Ну, это просто зависимость, и в этом нет ничего страшного. Мы десятилетиями пьели это, и естественно, что мы привыкли к этому физически, эмоционально, энергетически. Поэтому нужно постепенно вычищаться. За один день такая зависимость не проходит. Здесь, главное, есть как можно больше вот этих вот очистительных продуктов. Например, там капуста, зелень, морковка, свекла, чтобы и вкусовые рецепторы очищались, и внутри кишечник прочищался. Это касается и соли, и хлеба, и сладостей. Как перебить вкус спирулины в смузи? Ой, мне когда у спирулины очень специфический вкус. Вот если её сравнивать с вкус хлорелой, то хлорелла намного, намного лучше. Вот, мне кажется, что вкус спирулины ничем не перебить. Если вы уж хотите её пить, то пейте её тогда отдельно, не добавляйте в смузи. А вообще, я хочу сказать, что вкус, если вам не нравится вкус спирулины, то ваше тело вам говорит, что спирулина вам не полезна. Да, то есть, это первый сигнал, что не нужно себя заставлять. И я всегда говорю, что на вот веканстве, на сыроедении нужно кушать именно только то, что вам нравится, вне зависимости от того, как бы там разрекламировали этот продукт, какой он божественно полезный и так далее. Самое главное, это ваши приятные эмоции от еды, в особенности на переходном периоде, когда очень хочется чего-то там из традиционного питания. нужно вот из сыроедного, из веганского кушать вот прям всё самое любимое, что вам больше всего нравится. И если вы от спирулины плюётесь, то и не стоит её есть. Я освободилась от кофе-зависимости после курса умного сыроедения у Юли. Юля, спасибо огромное, обожаю кэрэп с кокосовым молоком и мёдом. Ой, спасибо большое, что написали. Мне очень приятно, да. Было у меня на курсе достаточно много девчонок, которые, ой, ладно, хлеб, ой, ладно, шоколад, там мясо, это я смогу отказаться, но кофе нет, кофе это мой наркотик. И постепенно, когда я приводила вот эти вот рецепты, да, можно там в начале цикорий, когда вы пьёте зелёные смузи, когда вы прочищаетесь, вы и прочищаете свои клетки, свои рецепторы и от зависимости кофе. И она проходит проще, чем вы думаете. С чем можно пить хлорелу, если в компании зелёного смузи начинает тошнить? И хорошо ли её пить с утра? Если вас начинает тошнить от хлорелы, это верный знак того, что вам её вообще не нужно пить. Чем заменить соль? Соль лучше всего заменить, вот на таком самом раннем переходном периоде, лучше заменить на ламинарию. Как понять, что кишечник прочистился, кроме кожи? Хороший вопрос. Мне кажется, больше по ощущению лёгкости. И на мой взгляд, как бы даже и нет предела совершенству. Мне кажется, что там у нас после стольких лет поедания всякого ненужного, там есть к чему стремиться. Но вот кожа, да, кожа это очень хороший показатель. Кожа, волосы. И самое главное, вот это вот ощущение лёгкости, какой-то такой лёгкости в теле, лёгкости в уме. Вот это вот хороший знак. Это я просто вспоминаю свои ощущения, когда я на соках. Это вот именно такими словами я могу описать своё ощущение, когда кишечник пустой. Ой, мне кажется, это вообще одно из самых лучших самоощущений, которые только есть. Купила сушёную морскую капусту в магазине вкусов. Как посоветуете её использовать? В зависимости от того, насколько мелко она порезана, можно ею посыпать салаты, можно её замачивать, я не знаю, добавлять в какие-то, в зависимости от того, что вы кушаете, добавлять в какие-то блюда, что вы любите именно из такого солёного. Высыпание на лице поможет ли голодание? Я веган. Я всегда говорю, что вам никто внешне, ну как бы на сто процентов не скажет с точностью на сто процентов, что с вами произойдёт, когда вы, допустим, перейдёте на сыроедение или будете голодать. и потому что никто этого не знает. И самый лучший способ это узнать, это проверить на собственном опыте. Потому что кто бы что вам не сказал, вы никогда не узнаете на сто процентов, как бы как ваше тело отреагирует, пока вы это на своём опыте не проверите. Я просто это прекрасно по себе знаю, что когда я переходила, сколько я читала разных отзывов и, ну, примеряла эти отзывы на себя, и то, как у меня случилось, это такой очень, я бы сказала, лично мой уникальный опыт, да, сейчас, в какой-то степени он похож на опыт других людей, но это именно мои личные переживания, которые мне лучше всего показали, как именно, что лучше моему телу и как именно моё тело реагирует, да. У меня может быть одна реакция, у вас другая. Например, вот мои особенности, да, вот меня часто спрашивают про чистку по марве огонян, я уже много раз говорила, что это прекрасная чистка, но здесь тоже очень индивидуально, то есть мне она, например, не подходит, мне больше всего подходят соки, а кому-то вообще вот эти вот травы, отвары идут замечательно и вообще здорово. Юля, я уже купила денежку, отдала, придётся пить тогда. Это только ваша установка, что если, это как в Советском Союзе, что если тебе поставили тарелку с едой, то ты должен её съесть до конца. Это абсолютно ваш выбор, придётся или не придётся. То есть я считаю, что не нужно себя заставлять пить что-то невкусное только из-за того, что вы отдали деньги. Может быть, я не знаю, подарите кому-нибудь, кому действительно подойдёт хлорелла или спирулина. Что скажете про соль розовую гималайскую? Это точно такая же соль, тот же самый, та же самая формула натрий-хлор, та же самая неорганика, которая забивает наши сосуды. Вот, только единственное, что в неё ещё добавлено, то есть и природным путём, да, ещё там какие-то другие составляющие, другие минералы тоже неорганические, которые нашим организмом не усваиваются. Поэтому та соль, которая в пачке, и та соль, которая гималайская, розовая или любая другая, там и индийская, это всё одно и то же. Органический яблочный уксус, это нет, это не сыроедный продукт. Мне больше нравятся финики со жмыхом из орехов и кокосовой стружкой, я не могу удержаться, ну, кушайте, пожалуйста. А про спирулину, это вы точно сказали, я раньше вообще не могла пить порошок, а потом через пару лет попробовала, и всё пошло хорошо. Вы ведёте подсчёт калорий, либо ЖУ, хотя бы примерно волнует то, что кроме фруктов ничего не могу есть, белка и жиров практически нет, орехи тоже редко могу есть, но дело в том, что белки и жиры, они тоже есть и во фруктах, и я на эту тему вам очень рекомендую почитать книгу «Диета 80-10-10» доктора Дугласа Грэма, вы там для себя откроете очень много нового по на тему белков и жиров и углеводов. Можно ли есть семечки? «Да, кушайте», только желательно их замачивайте, желательно, чтобы они были не жареные и не солёные. «Какую воду нужно пить?» «Что нужно, чтобы сделать такую воду?» Ну, вообще желательно пить её в первую очередь очищенную, то есть очищенную вообще от каких-либо примесей. Это сейчас делает дистиллятор или фильтр обратного осмоса. Это я вам рассказываю по Зеланду, потому что мне близка эта схема. Вот, и потом Зеланд её настаивает немного на шунгите и кремнии, вот эту вот очищенную воду, и активирует её активатором, который заряжает её энергией и делает её щелочной. Кстати, про активатор у меня пост был в ленте, смотрите. Где брать белки столько орехов не съешь в день. В зелени, во фруктах очень много белков. «На начальном периоде перехода на сыроедение обязательно ли делать чистки?» Нет, я считаю, не обязательно. Уже большое количество зелени, клетчатки, овощей вас очень хорошо почистят. Так, что вы думаете про водородную воду? Вот, по поводу водородной воды я себе записала изучить внимательно этот вопрос, и я смотрела там несколько видео на ютубе у Юрия Фролова. Пока что я не могу дать какого-то однозначного ответа. В первую очередь мне нужно её попробовать. Юля, книги вы сами писали, или это собранная информация из других источников? Вы имеете в виду мой комплект из онлайн-книг? Я бы сказала так, текст писала я, но естественно, что информацию я брала из разных источников, но в первую очередь всё я пропускала сквозь фильтр своего опыта. Очень люблю фрукты, но диетологи говорят, что их можно только в первой половине, чтобы не набирать вес, а ваше мнение какое? А вы попробуйте, составьте своё мнение, попробуйте есть их утром, днём и вечером, и посмотреть на свой вес, потому что это очень индивидуально. Я не придерживаюсь никаких советов диетологов. Что вы думаете о японском чае? Мача. Пробовали? Нет, я чай уже не пью очень-очень долго. Это, наверное, уже года три как, хотя я была вообще, не могла, вот как у кого-то зависимость кофе, так у меня была зависимость от зелёного чая. Вообще у меня был чай каждый день, но когда я только переходила на сыроедение, я читала отзывы других сыроедов, которые не пьют чай, и для меня это было совершенно нереально, как это можно не пить чай. То есть я думала, что чай со мной навсегда останется, но когда спустя, допустим, месяца или полтора тело начало очищаться, вкусовые рецепторы, я почувствовала, насколько вкус какие-то кипячёной воды... Кстати, воду кипячёную я очень хорошо различаю по сравнению с обычной, даже обычной водой, и фильтрованной, а активированной тем более, потому что как-то раз мы были в кафе, вот с моей подругой Катей Самарцевой, и нам заказали фреш, и я почувствовала, что этот фреш разбавили кипячёной водой, и насколько это был непривычный вкус, я сразу почувствовала. Мне тяжело было пить этот фреш, хотя, как вы говорили в комментариях, деньги уже уплочены, как же это так, не допить или что-то, или не доесть. Но я почувствовала, насколько... насколько вкус чая для меня стал уже чем-то неестественным, и плюс меня стало от этой горячей воды, меня стало бросать в такой неестественный жар. Это вот к тому, кто... Кто-то мне писал в комментариях, что не могу себе представить своё утро без чашки горячего кофе или чая, именно хочется как бы кипятка. Так вот, это точно такая же привычка, тело привыкло извлекать тепло именно из этого нагретого чая. Вот. Но хорошая новость в том, что всегда можно от этих вредных привычек избавиться, если задаться такой целью. Да. Так вот, по-моему, именно такой сорт чая я не пробовала, и у меня как бы нет никакого желания пробовать. Кстати, недавно мне писали в директ, приглашали в посольство Шри-Ланки в Москве на праздник чая, на какую-то там дегустацию, но я сказала, что, к сожалению, извините, я не фанат чая. Как лучше подготавливаться к переходу с вегетарианства на сыроедение? Пару советов, если можно стараться каждый день есть хотя бы одно сыроедное блюдо. Вот то, что вы сейчас едите, можете это оставить так, как есть, но ввести еще дополнительно обязательно там один салат, фруктовый, овощной, один зеленый смузи, и постепенно увеличивать количество живой еды, отдавать ей предпочтение, да, приоритет, и сокращать количество той пищи, которую вы сейчас едите. Как я отношусь к соевым продуктам? Но лучше сою, если есть, то редко и не злоупотреблять. Что вы думаете про мед и пыльцу? Они полезны? Ну, я думаю, как бы на определенном этапе они могут быть очень хорошей заменой просто рафинированному сахару. Вот, но по своему опыту я вот спустя там сколько-то месяцев я начала мед уже тоже совершенно по-другому ощущать. У меня от него тяжесть и жога, и мед, кстати, это же консервант, то есть это сильный закислитель, поэтому... Но это как бы на уровне разума, а на уровне ощущений мне просто его не хочется. Алкоголь крайне редко на сыроедении сильно критично. Мне кажется, что алкоголь и сыроедение это вообще несовместимые темы. Я бы даже сказала, что алкоголь это то, от чего нужно в первую очередь избавляться, потому что это очень сильно негативный, низковибрационный эгрегор, и я не знаю, как можно быть сыроедом и пить алкоголь, хоть, как я не знаю, там, один бокал на Новый год, как говорится, это не алкоголь. На самом деле, я бы даже сказала, что алкоголь нужно убирать ещё даже до того, как убирать мясо. Вот, как относитесь к талой воде? Ну, для меня она недостаточно чистая. Опыт сыроедения Виктории Бутенко. Я не знаю, что там за опыт. В любом случае, я не могу комментировать там чей-то опыт, потому что я его не знаю, и в любом случае это будет какое-то моё оценочное осуждение по поводу какого-то другого человека, которого я не знаю, которого я могу судить только по каким-то обрывкам информации, поэтому это было бы вообще неправильно. Что скажете об аде жидкого серебра? Почитайте книгу Поля Брега. Уже много раз её говорила. Шокирующая правда о воде и соли. Подскажите, пожалуйста, какая лайт-версия детокса для того, кто никогда не пробовал. Лайт-версия – это кушать одно сыроедное блюдо в день. Очищение организма можно пройти по вашим книгам самостоятельно, чтобы не проходить курс очищения. Да, у меня и в книге «Самые лучшие рецепты сыроедения» там есть меню на 7 дней, а в комплекте книг, которые из 9 книг, там вообще меню детокса на 21 день, так что, да, вполне там есть вся информация. Я на переходном этапе. Очень нравится соевое мясо. Вредно ли его так часто есть? Но всё познаётся в сравнении. Если вы едите... Если сравнивать между тем, чтобы есть обычное мясо и соевое мясо, так я бы сказала, что соевое мясо, оно в сто раз лучше его есть, если у вас есть вот эта вот, да, зависимость от вкуса. Так что, да, не стоит там его есть прям супер каждый день и как-то на нём вот зацикливаться. Я думаю, что с очищением вот этого тяга и к соевому мясу тоже пропадёт. Вот. То есть, можно есть, но не злоупотребляйте. Такая молодец, только даёте полезной информации. Спасибо вам большое. Какую воду вы пьёте? Я стараюсь пить соки свежевыжатые, свежевыжатые, потому что там от природы самая полезная, самая чистая, самая структурированная и щелочная вода. Если просто брать воду, то я пью очищенную и активированную. Японский порошковый чай щелачивает организм, бодрит лучше кофе. Ой, мне кажется, лучше всего это кушать натуральные продукты. Если делать сыроедный батончик, сколько разных видов орешков можно скомбинировать? Есть ли какие-нибудь общие противопоказания? Ну, вообще, есть таблица сочетания продуктов, но, опять же, мне кажется, что сочетание это очень индивидуально, причём на разных этапах вы можете реагировать на это сочетание по-разному. То есть, я вспоминаю, как вначале я ела с удовольствием там и сыроедные казинаки, и сыроедную халву, и могла разные орешки намешивать, и мне было нормально, хорошо, потому что этим самым... Ну, это достаточно плотная еда, но тогда я так это не чувствовала. Сейчас мне, может быть, станет тяжело только от одного вида орешков, поэтому всегда смотрите на своё собственное самочувствие, как вам от того или иного сочетания. Если вдруг станет плохо, то вам не стоит это есть. У вас прекрасные густые волосы, при переходе на сыроедение вы увидели разницу? Да, разница большая, у меня есть отдельное видео на канале, называется... Что-то... Я помню, на картинке я написала «роскошные волосы», а смысл в том, что до сыроедения у меня волосы очень сильно выпадали, прям вот очень сильно и постоянно, и как только я перешла на растительное питание, начала чиститься им, у меня волосы стали совершенно другого качества, естественно, перестали выпадать, хотя я знаю, что у многих есть такой эффект, что и во время переходного периода на сыроедение бывает, что выпадают волосы, но здесь тоже обязательно посмотрите моё видео, там я даю таблицу, какие продукты нужно есть, точнее, чтобы в меню были все необходимые элементы, чтобы волосы получали то, что им нужно, то, из чего они как бы строятся, вот, так что посмотрите это видео обязательно. Добрый день, во-первых, хочу сказать, что восхищаюсь вашим подходом к здоровью, но скажите, вы задумываетесь о том, какому количеству химических обработок подвергаются зелени и овощи, выращиваемые в закрытом грунте. Ну, во-первых, я стараюсь покупать сезонные фрукты и овощи, да, вот сейчас, хотя в первую зиму я ела и помидоры, и огурцы, и зелень, но дело в том, что, когда у тебя организм чистый, он вот эту вот химию, да, выводит гораздо проще и легче. Есть очень классный демотиватор в сети, что ребёнок тянется к мандаринам и мать ему говорит, брось эту химию, возьми хлеба, мясо и молока. То есть, смысл в том, что в мясе, в молоке и в хлебе столько вообще химии гораздо более жёсткой, что та химия, которая есть там в закрытом грунте, в этих помидорах, в огурцах, это вообще цветочки по сравнению с тем, как вредно для организма есть вот эти вот тяжёлые продукты. То есть, чистый организм, он очень хорошо реагирует на вот эту вот всю химию, да, ты уже понимаешь, какой какой сорт там мандарин тебе лучше зашёл, какой лучше не покупать, то есть, ну, сразу видно по реакции тела. Ты любишь молоко, конечно, веганское, как ты его употребляешь, если пьёшь? Нет, я не особо люблю молоко, единственное, что мне нравится иногда пить вот этот вот коктейль, который я говорила уже, кероп и кокосовое молоко, вот, а так, молоко для меня уже такой тяжеловатый продукт, я имею в виду растительное молоко, он жирный и там много белка, и вот, когда я его, кстати, пила два раза вот на жидком питании и на соках, вот 14 дней я вот буквально на выходных закончила, и я два раза пила, кроме соков, именно вот этот коктейль, и я сразу чувствовала, что он намного более тяжелый, чем соки. Чем тофу заменить на сыроедение? Тофу заменял у меня сыр, теперь не могу убрать тофу. Мне кажется, что есть много сыроедных вариантов сыров, там, миндальный сыр, кешью сыр, может быть, попробуйте приготовить, а вообще, ну, ничего нет страшного в том, что вы иногда едите тофу. Как очистить и активировать воду? Посмотрите, пожалуйста, у меня пост есть в ленте в инстаграме. Да-да-да. Если ты на соках, сколько ты пьешь? Стакан 2 в литрах, ну, наверное, если учесть, что я соки еще расправляю, наверное, литра 2, литра 2 в сутки, в день, ну, может быть, полтора-два где-то, где-то вот так. Как лучше пить морковный сок, говорят, он усваивается с молоком. Врут. Какие соки сейчас зимой пьете? Из овощей, огурцей, помидоров, нет, я не ем. Просто у меня ушла тяга к овощам. Вот. Сейчас они совершенно невкусные. Вот. После того, как мы возобновили свое воспоминание о вкусе настоящих помидор в Сочи розовых, здешние помидоры я уже не покупаю, вообще нет никакого желания. Вот. Но тяга к овощам, вот к этой вот клетчатке у меня пропала со временем, потому что я поняла, что у меня нет необходимости вот так вот, чтобы она меня сильно прочищала. То есть для меня мягкие фрукты это сейчас самая лучшая еда. Какой, на ваш взгляд, самый лучший универсальный продукт? Ой. Ну, это для каждого он свой. Сложно сказать самый лучший универсальный продукт. Доктор Колин Кэмпбелл говорит, что самое лучшее это как раз разнообразие. То есть не зацикливаться на каком-то одном продукте, а питаться именно разнообразно. Расскажите о вашем герб. Это гастрит. Я так понимаю, делали после сроедения гастроскопии. У меня не было необходимости ее делать после, потому что я знаю, что у меня все хорошо. Какие соки чаще всего пьете? Я пью чаще всего апельсиновый. Это номер один. Да, мне он, наверное, больше всего нравится. Потом я люблю ананас, люблю яблоки, но, наверное, это в меньшей степени. Морковку иногда покупаю, но редко. Да, наверное, вот если брать самый основной, который я, без которого я не обхожусь, и что я покупаю каждый раз в магазине, это именно апельсин. Ой, морковный сок усваивается, витамины, из него, если добавить пару капель масла. Это Малышева, наверное, обещает. На самом деле, ваш организм не такой глупый, как вы думаете, и усвоит морковный сок и без масла. Ребят, про воду, видимо, мне придется повторить этот пост, он есть в ленте, но я его еще запощу, наверное, еще раз. Чем заменить бананы? Ой, вы знаете, я как раз сегодня делала себе вообще классный смузи, мой любимый из малины, и вообще, наверное, малина это моя самая любимая ягода, самое было любимое варенье в детстве, мамы, кстати, клубничное, у меня малиновое. Так вот, я вместо банана, потому что бананы все продают что-то зеленые и какие-то странные, я добавила груш, и с грушами вообще так классно и вкусно получилось, что я теперь думаю, не буду покупать бананы, буду груш. Юля, когда собираетесь замуж, что думаете о домашних родах? Когда я собираюсь замуж, когда позовут? и тогда я уже буду думать, собираться мне или нет. А что я думаю о домашних родах? Я думаю, что пока я не прошла этот опыт, я не могу что-то вам с уверенностью вот так вот умозрительно ответить. при веганском питании можно есть картошку? Ну, можно, конечно, но картошка это далеко не самый лучший продукт, который есть на веганстве. да, я банан на грушу конференц заменила, да, у меня как раз сегодня именно такой сорт груши был. Дыню нельзя смешивать ни с чем, ее отдельно нужно есть. Да, считается, что арбуз и дыню, ну, вообще, самое идеальное питание это моно, это раздельное, тогда фрукт лучше всего усваивается. Можно ли есть финики в любом количестве? Ну, опять же, в зависимости по сравнению с чем, если вы сравнивать между тем, если съесть там кусочек тортика, да, с сахаром, там, то лучше, конечно, съесть фиников, но, опять же, ну, я не знаю, я в начале перехода бывало, что на меня и жор накатывал, и я могла съесть, я не знаю, полкило фиников за раз, я не могу сказать, что я после этого лучшим образом себя чувствовала, но зато я прошла этот опыт, и сейчас могу съесть даже финики, я не ем вот так вот просто взять и съесть финик, я их добавляю в смузи, потому что, чтобы немножко смузи подсластить, если малина там или чёрная смородина или клубника, они кислые. Читала, что соки влияют не очень хорошо на поджелудочную железу, что скажете об этом? Я могу сказать, что, по моему опыту, я не чувствовала никаких побочных эффектов на соках на поджелудочную железу, более того, когда я начала в соки добавлять, когда я уже говорила об этом, я начала пить лимонный сок, и чтобы подсластить эту кислоту лимона, я начала добавлять сироп топинамбура, и вот именно с сиропом топинамбура я почувствовала, что у меня начала ныть поджелудочная железа, поэтому и лимон, и сироп топинамбура я убрала, и всё хорошо. Что должно произойти в мире, чтобы весь мир стал сыроедами? Я думаю, что это постепенный процесс, я думаю, что это больше не революция, не путь какой-то революции, а это путь реформ, вот, чем больше будут таких людей, как мы, вещать, что это хорошо, это здорово, ой, ребят, незаметно час пролетел, так, тогда на этот вопрос сейчас завершу эфир, начну новый, и на этот вопрос отвечу в следующем эфире, сейчас запущу новый. Привет, ребят, ещё раз, так вот, отвечая на вопрос, что должно произойти в мире, чтобы весь мир стал сыроедами, мне кажется, что речь не идёт о какой-то революции, и мне кажется, речь идёт о постепенных реформах, естественно, о просвещении через средства массовой информации, которые, я так понимаю, что уже совсем скоро переместятся в интернет, и чем больше будет таких людей, которые будут вот в реальном мире рядом с нами, веганами, вегетарианцами, сыроедами, тем более реально это будет казаться вот простым обывателем, как, например, моя мама, когда я стала вегетарианкой, она там просто с ума сходила, что я без мяса умру, а сейчас, когда моё питание изменилось гораздо более с её точки зрения радикальным способом, она уже говорит, что ну вегетарианство это нормально, то есть я тоже вижу, какую эволюцию мой пример проделал именно в мамином сознании, то, что она считала раньше, что боже, без мяса невозможно прожить, хотя у нас семья была ну как бы не мясоедная, знаете, как бывает, что там люди в семье и дня не могут прожить без мяса, то есть у нас не было такого пунктика, у нас наверное больше был пунктик на молочку, там на йогурты всякие, кефиры, вот там сырки, сметана, а вот по поводу мяса не было, но я вижу, как мама как бы внимательно отнеслась теперь к этой теме, и да, теперь она считает, что вегетарианство это вполне нормально, хотя еще несколько лет назад она мне говорила, что это быть вегетарианцем это какое-то сумасшествие, вот, и да, мир меняет люди, и вокруг нее начали там появляться там у каких-то там ее подружек, там какие-то дети, знакомые, тоже вегетарианцы, и чем больше будет таких людей, тем быстрее будет мир меняться, и тем естественнее будет вегетарианство, и тем будет неестественнее, неестественным и странным есть мясо, ну, как в моем восприятии есть мясо, это то же самое примерно, что и есть там человечье мясо, да, это вообще это очень странно, и и еще я, конечно, совсем по-другому смотрю на изделия из меха, и на изделия из кожи, и вот когда на улице, а сейчас зима, когда на улице я вижу женщин в шубах, и женщин в каких-то кожаных там сапогах, для меня это странное зрелище, то есть это это как бы что-то неестественное, не то, что у меня там внутри сразу какая-то это не связано с агрессией, да, что там о боже, какая дура, это просто какой-то у меня в голове возникает когнитивный диссонанс, потому что чем нам нравится вот этот вот пух, вот этот вот мех, он напоминает нам детенышей, вот маленьких там, допустим, котят, я не знаю, собачат, там, медвежат, то есть они такие мягенькие, приятные, именно поэтому нам нравится мех, и здесь возникает когнитивный диссонанс, что женщина, как говорится, ты же мать, и носит на себе вот этот вот мех детенышей, но я могу сказать, что такой взгляд, он, как бы, естественно, не сразу ко мне пришел, но, как я и говорила на прошлом эфире, чем дальше ты от мяса, тем более диким и первобытным тебе кажется все, что имеет отношение к мясу. Так, ребят, давайте, наверное, уже заканчивать эфир, давайте еще несколько вопросов, и буду уже завершать эфир. чем плох банан, да, особо ничем не плохо. Здравствуйте. Так, жду еще несколько вопросов, и напоминаю, что сейчас уже можете записаться на программу 10-дневную полное очищение и обновление, все подробности о программе в посте в инстаграме, вот, ну, ладно, раз нет вопросов, я надеюсь, что ваш марафон вы будете продолжать, завтра еще день, и послезавтра грибы можно, можно. Спасибо вам большое, розыгрыш призов будет в пятницу, так, как обувь покупать, ну, покупать из искусственной кожи, кожи, можно собу есть, ну, соба, вы имеете ввиду гречневая лапша, ну, в принципе, можно. Спасибо вам за внимание и до встречи!